Сегодня в нашем городе проводится республиканское, сезональное республиканское соревнование среди комплексных центров по лыжным гонкам. Символично, что они проводятся накануне открытия Олимпийских игр в Сочи, вот именно сегодня, а завтра, как мы все знаем, что будет открытие Олимпийских игр в Сочи. Так как я был участником софета Олимпийского огня, я с собой привез факел Олимпийского огня, чтобы все желающие могли с ним сфотографироваться, увидеть данный факел. Равней на середину. Слово для приветствия предоставляется исполняющему обязанности главы администрации городского по городу Нефтекамс Халитову Шамиль Шакировичу. Мне очень приятно видеть вас сегодня, отважных спортсменов, не боясь этого мороза. Все приехали, 16 команд, по-моему, как я понял. Ну, знаменательно то, что ваша спартакеда проходит в преддверии открытия великого праздника, великого события 7 февраля 22-х Олимпийских игр в Сочи. Успехов вам, здоровья и давайте будем все жить здоровым образом. Проведение соревнований было запланировано в два этапа. Первый – лыжные гонки на 1,2 километра среди женщин и мужчин, разделенные по возрастной категории до 40 лет и после. Второй этап – эстафета на дистанцию 500 метров. Соревнования носят лично командный характер. Всего на старт вышли 22 участника. Хочу поздравить всех наших спортсменов с открытием зональных соревнований в городе Нефтекамске среди комплексных центров социального обслуживания населения по северному региону. Хочу пожелать всем удачи, несмотря на мороз, и в преддверии открытия Олимпиады пожелать олимпийского здоровья и успехов спортивных. Первыми на дистанцию вышли девушки. Среди них и соцработник Нефтекамского комплексного центра социального обслуживания населения Алсу Гайсина. Она уже не первый раз принимает участие в такого рода соревнованиях. Сегодня проходят лыжные соревнования. Я участник Нефтекамского комплексного центра. Эти соревнования проходят не первый год. В том году мы ездили в Велишинский район, в село Юркеева. Также проводятся летние виды соревнований, где мы участвуем всем центрам. Также охота поблагодарить организаторов, сказать им огромное спасибо, потому что благодаря этим соревнованиям мы видим, как сплощенно и дружно занимаются другие комплексные центры, другие организации. И, конечно же, мы все за здоровый образ жизни. На соревнования пришли побороться не только молодые люди. Среди участников забега был также и 65-летний житель из Дюртюлинского района Фарид Искандаров. Директор городского лыжного центра Юрий Пластиев сегодня выступал в роли судьи. Он и определил лучших по результатам личного первенства и эстафеты. В общекомандном зачете абсолютным лидером оказался комплексный центр Ильишевского района. Серебро досталось социальному учреждению Избирска. Местный же комплекс занял третье место. Татьяна Кокорина, Альберт Гарипов, информационная программа «Ежедневник».